Давайте начнем нашу беседу с событий, которые происходят на Кавказе. Известно, что глава Дагестана заявил, что республика всегда поддержит сенатора Сулеймана Керимова в трудную минуту после того, как Кадыров пообещал Керимову укромное место еще двум депутатам Госдумы. Также известно, что в Ингушетии расстреляли машину, в которой ехали сотрудники местного центра и есть погибшие. Кроме этого, мы видим, что в Грозном была взорвана заправка, и там также есть погибшие, и Кадыров обещал разобраться. С Вашей точки зрения, что происходит и во что это может все перерасти? Само по себе то, что происходит, достаточно понятно. Во что это может произойти, тут есть, конечно, вопросы. Потому что всем понятно, что истоком всей этой истории является конфликт вокруг крупнейшего интернет-магазина Вальсберрис. Вальсберрис, понятно, что Кадыров здесь попытался, что называется, взять одну сторону, поставить так называемую крышу криминальную участнику конфликта. Вот другая сторона оказалась в общем в целом гораздо сильнее, потому что за другой стороной, именно за миллиардером-сенатором Керимовым стоит администрация президента. Ну и фактически вот эту сделку по слиянию Вальсберрис и Рус Аутдор, это крупный оператор наружной рекламы, хотя сама сделка является какой-то очень странной, потому что соотношение капиталов, размер доходов Вальсберрис и Рус Аутдор абсолютно не соизмерим. Конечно, оператор наружной рекламы, при том, что это хороший, серьезный бизнес, но он не идет ни в какие сравнения, там порядки другие совершенно. Поэтому это слияние, понимаете, это как слияние, так сказать, какого-то крупного банка и с каким-то мелким обменным пунктом, вот примерно так. То есть какого-нибудь большого гипермаркета и привокзального варька. Примерно так по объему это выглядит. Но, тем не менее, это слияние было санкционировано Путиным в конечном итоге. Контроль за этой сделкой поручен помощнику президента России, господину Орешкину. Поэтому Кадыров явно здесь, что называется, попытался откусить кусок явно не по его размерам. И дальнейшее, понятно, что он здесь потерпел сокрушительное поражение и пытается таким образом восстановить свое реноме. Реноме крупнейшего рейдера в России. Значит, пытается каким-то образом идти на шантаж для того, чтобы ему, ну, все-таки хоть что-то, но уступили. Хоть какую-то малую часть этого пуска ему все-таки оставили. Результаты этого Демарша Кадырова мне, естественно, неизвестны. И я вообще, честно говоря, сомневаюсь. Многие говорят, что там Путин в конечном итоге применит некое соломоновое решение, там, в какой-то части разделит этот ресурс и какую-то долю процентов там даст Кадыровской стороне. Ну, опять, это я не хочу угадать на кофейную гучу. Но в любом случае, последствия этой истории, конечно, приводят к серьезным проблемам и на Кавказе. Потому что, в общем, регион взрывоопасный. И когда, ну, фактически, вот в результате всего этого Демарша, по сути дела, идет какое-то напряжение отношений между Чечней, Дагестаном и Ингушетией, это всегда опасно, потому что, значит, сама история, она, в общем, только про деньги. Понятно, что это просто обычная попытка передела рынка. Но поскольку здесь затронут уже и какие-то амбиции, затронуты национальные чувства, ну, кстати говоря, убиты в ходе перестрелки, когда сторонники Кадырова пытались штурмовать офис Вайлбрис, были убиты два охранника чеченца, что тоже характерно. Поэтому все это может, ну, может действительно перерасти в какие-то столкновения. Уже столкновения идут, уже есть жертва. Это, кстати говоря, было покушение на одного из бывших чиновников Чечни в Подмосковье. Он остался жив, но выстрелы были. Поэтому жертвы уже есть, пострадавшие уже есть. Насколько это далеко зайдет, трудно сказать. Я все-таки в большей степени, учитывая все-таки, так сказать, трусость Кадырова, учитывая то, что он никогда не идет на какое-то прямое столкновение, когда речь идет о силах, которые превышают его силы, в данном случае он явно столкнулся с тем, что совокупный потенциал администрации президента России плюс, так сказать, сенатора Дагестана, миллиардер Керимов, плюс еще Ингушетия. То есть в любом случае здесь он столкнулся с силами, которые явно превышают его возможности. Поэтому я думаю, что он отползет. Может быть, он будет требовать себе какого-то отступного, возможно, даже что-то получит. Но, честно говоря, это уже не очень интересно. Я думаю, что какого-то серьезного, такого большого полномасштабного кризиса на Кавказе не будет в результате этого. На сегодняшний момент Путин пока еще слишком силен. Путин пока еще контролирует ситуацию в целом. У него пока еще достаточно ресурсов для того, чтобы никто сейчас не решился напрямую с ним связываться. То есть как бы рассчитывать... Многие говорят о том... Ну, не многие, а некоторые наблюдатели говорят о том, что это некий аналог бунта Пригожина. Нет, я думаю, что, во-первых, Кадыров совершенно другой человек. Он гораздо более труслив, гораздо более осторожен. И, в принципе, я думаю, что на конфронтацию прямую с Путиным он, конечно же, не пойдет. Игорь Александрович, я вот общалась с политологом Сабасом Галявым. Он говорит о том, что таким вот поступком, собственно, Кадыров сделал вызов и самому Путину. И также, если говорить с той точки зрения, собственно, как это может и само по себе заявление о кровной мести тоже является серьезным. Имеется в виду, что если Кадыров так заявляет, ну, или тогда в отношении этих людей, за которыми также стоит Путин, получается, можно ли говорить о том, что сигнал, либо заказ о ликвидации самого Кадырова мог поступить либо с Кремля, либо от самого Путина? Или нельзя такое вот сделать? Да нет, это, мне кажется, очень странная конструкция. Ну, во-первых, там, ну, опять-таки, вызов Путину, да, в какой форме? Да, безусловно, он в данном случае посягнул на ту сделку, которую, так сказать, своим решением затвердил Путин. Ну, в этом смысле можно говорить о каком-то вызове. Но, на самом деле, в отличие от Пригожина, который прямые вызовы Путину бросал, что называется, и материл его по-черному, и, так сказать, там, взятие Ростова, поход на Москву, это был вот прямой, просто реально неприкрытый вызов Путина. Ничего похожего Кадыров никогда не делал и не сделает. Просто фамилия Путин не упоминалась. Что касается вот этой вот, ну, это карикатурное заявление о кровной мести, потому что, ну, так, все люди, которые понимают, что такое Кавказ и что такое обычаи кровной мести, они понимают, что так кровную месть не объявляют. И, тем более, так сказать, ну, там даже было не объявление кровной мести, а там было предупреждение о том, что вот если там что-то кто-то не сделает, то тогда, значит, будет объявлена кровная месть. Вот, это было сделано очень невнятно, не очень понятно, и, в целом, я бы сказал так, это пугалка. То есть, ну, во-первых, в таких обстоятельствах, когда, значит, кровная месть обвиняется в случае, если, значит, произошли какие-то жертвы, там, убили кого-то из родственников или еще что-то. Но вот на пустом месте, на самом деле, Кадыров, это, конечно, человек, который уже глубоко чушь чеченскому народу. В том числе, этим карикатурным объявлением кровной мести, он тоже доказал, что он никакого отношения уже давно к чеченскому народу не имеет. К кровной местью не пугают. А здесь вот какая-то пугалка произошла, что выдумал какую-то глупость, что на него там покушение какое-то готовилось. Гипотеза о том, что это покушение действительно готовилось, и готовилось по заказу Кремлю, ну, Кремля вообще не выдерживает никакой критики. Потому что, если бы Кремль задумал ликвидировать Кадырова, у него были для этого действительно реальные возможности. И я не думаю, что Кремль стал бы прибегать к топу, там, где-то с кем-то договариваться. Кадыров об этом узнал. То, что Кремль имеет к этому какое-то отношение, ну, это вообще не научная фантастика. Во-первых, непонятно, зачем Кремлю ликвидировать Кадырова, когда Кадыров является гарантом покорности Чечни. То есть, Кадыров привел. Изначально клан Кадыровов, это был клан предателей, которые пришли на сторону оккупантов, на сторону имперской армии. И именно благодаря этому была закончена Вторая Чеченская война. И то, что союз между Кадыровым и Путиным, он гарантирует Путину покорность Чечни. И зачем Путину сейчас в разгар войны создавать себе проблемы? Поэтому это странное предположение, никакого отношения Кремль к этому покушению не имеет. Да и самого покушения, я абсолютно уверен, его просто не было. Это Кадыров просто выдумал предлог для того, чтобы грозно нахмурить брови и что-то сказать в адрес тех людей, которые выигрывали у него в Альберес. Он попытался поставить, что называется, вот эту криминальную крышу этому крупнейшему ресурсу. Ему, его, так сказать, разгромили просто реально, потому что реально, так сказать, Вальберес остался у оппонента Кадырова. И сейчас он пытается просто своей вот этой вот управляемой истерикой показать, чтобы ему хоть что-то перепало. Вот и все. Никакого покушения, никакой политики за этим, конечно, нет. Именно поэтому Керимов и Керимов публично никак не отреагировали на это все. Отреагировал только Курбанов и сказал, что он не принимал никакого участия. Нет, ну, слушайте, Керимов это тяжеловес. Это, так сказать, помимо того, что он миллиардер, он сенатор от Дагестана. И он понимает прекрасно, что оправдываться перед Кадыровым, это, в общем, тоже какое-то унижение. Потому что Кадыров требует, чтобы, у него совершенно такое нелепое требование, чтобы упомянутые лица, то есть и Керимов, и депутат от Ингушетии, чтобы они доказали, что они не заказывали его убийство. Ну, это странно. Доказывать надо вину, а не невиновность. Ну, это, как бы, мои упреки Кадырова в адрес юридической безграмотности выглядят, конечно, комично, понятно. Где Кадырова и где какая-нибудь грамотность. Хоть юридическая, хоть лингвистическая, хоть какая. Поэтому я думаю, что, на самом деле, разговор о деньгах, политика здесь совершенно ни при чем. Никакого вызова Путину, естественно, не было. Была попытка обратить внимание Путина, чтобы он все-таки вмешался и почувствовал обиду Кадырова. И, может быть, что-нибудь ему вернул. Потому что, на самом деле, здесь же важны не только деньги, но и репутационные потери. Кадыров, как один из крупнейших игроков на рынке разбойничьих услуг, то есть рэкетиров. То есть Кадыров один из крупнейших рэкетиров в России. Может быть, даже крупнейший. И здесь тоже важна репутация. Потому что, если так все оставить, то в следующий раз никакой крупный бизнес за защитой, за окрытой, к Кадырову не обратится. И он просто реально теряет существенные деньги. Поэтому разговор только о деньгах. И здесь, я думаю, что политики здесь нет точно никакой. Политика возникает в результате вот этих вот достаточно таких вот размашистых действий Кадырова. Здесь действительно начинают гибнуть люди, здесь действительно начинают вспыхивать какие-то национальные чувства. И это, конечно, не на пользу Кадырова. Игорь Александрович, интересно, как будут на это все реагировать? В частности, насколько я понимаю, то Керимова поддерживает ФСБ, ФСО, Кочнев, а Кадырова поддерживает Росгвардия, Золото. То есть как они будут реагировать на это все? Тем более, вот вы говорите о том, что уже вспыхивает. Вы знаете, я не уверен на 100%, что Кадырову поддерживает Росгвардия. Да, формально, формально, вот эта вся Кадыровская армия, она носит погоны Росгвардии. Формально она относится к Росгвардии. Но я не уверен, что на сегодняшний момент Золотов готов, так сказать, на какой-то конфликт с администрацией президента и за Кадыровым. То есть, фактически, я думаю, что Путину достаточно не то, чтобы позвонить, а просто какому-то помощнику сказать, чтобы Золотова поставили на четвереньки и заставить лаять. И он это сделает. Потому что если у Кадырова по отношению к Путину есть какая-то хоть небольшая, но автономия, то у Золотова никакой автономии нет. Он полностью находится в двору. Он просто-напросто действительно реально чиновник, хотя он и в погонах, но он реально чиновник, так сказать, в администрации президента. Поэтому я не думаю, что за Кадыровым стоит хоть какой-то федеральный ресурс. И да, у него есть своя частная армия, и это серьезный ресурс в нынешних условиях. Но это все. Это все. То есть, больше он ни на что не может рассчитывать, кроме как на свой вот этот вот Ахмат. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что Кадыров это, собственно, равно безопасность Чечни. А можно ли говорить, что Кадыров и его отряды также являются гарантией безопасности, ну, одним из элементов гарантии безопасности для самого Путина, скажем так? В меньшей степени. Ну, все-таки я бы предпочел термин не безопасность, а покорность. То есть, безопасность для Путина, понятно. Но нет, я думаю, что, так сказать, Путин, да, безусловно, там на начальных каких-то этапах, конечно, Кадыровская гвардия. Но Кадыровская гвардия известна тем, что она воюет только тогда, когда она этого хочет. И я думаю, что защищать Путина кадыровцы не будут. То есть, они будут выжидать, если возникнет какая-нибудь заварушка, если возникнет какой-то вариант. Слушайте, критерием, вот здесь же есть проверочное слово. Во всей этой истории есть проверочное слово. Это проверочное слово – Ростов. Ростов-на-Дону. Помните, с какой, так сказать, стремительностью, в кавычках, кадыровские, так сказать, бойцы выдвинулись, когда их послали, значит, выгнать Пригожина из Ростова. Со скоростью улитки. То есть, они ползли так медленно, что, ну, это надо было, то есть, там очень короткое расстояние, они прошли там чуть ли не сутки. И они, естественно, получили то, что хотели. Они опоздали. Когда Пригожин уже ушел из Ростова, они туда пришли. То есть, они не хотели, то есть, это была не их война. Как раз вот в этот момент они должны были защищать фактически Путина. Потому что Кадыров же пошел, ну, вернее, Пригожин же, ну, не Пригожин, а Уткин совершал вот этот вот марш справедливости. Это был марш на Москву. И казалось бы, вот тот момент, когда кадыровцы должны были защитить Путина. Не защитили. Стояли в стороне и ждали, когда кто победит. Если что, если Пригожин, значит, Пригожин. Если Путин, значит, Путин. То есть, кадыровцы не готовы жертвовать своей жизнью ради каких-то чуждых вещей. А вот даже эта война, вот война против Украины, она явно считается кадыровцами чуждой войной. То есть, хотя Кадыров все время говорит, что он самый главный пехотинец Путина. Но на самом деле, воевать-то они не рвутся. Они предпочитают стоять за спинами воюющих. Я имею в виду кадыровцы. Это не их война. И защита Путина, это тоже не их защита. Это пусть ФСО, пусть тот же самый Золотов жизнями своих подчиненных рискует. А кадыровцы не будут проливать свою кровь за Путина. Это совершенно очевидно. Хорошо. Игорь Александрович, хотел бы еще одну тему с вами обсудить. Кстати, известно, что СМИ пишут, что якобы в окружении Путина вспыхнул конфликт. Шойгу не поделил кабинет с Патрушевым. После назначения на пост секретаря Совбеза получил мая новую должность. Шойгу не смог въехать в кабинет, потому что Патрушев лично попросил Путина оставить за ним этот роскошный кабинет. Имеется в виду, делали в кабинете или все же нет, как думаете? Знаете, это люди, в общем, это люди глубокого прошлого. Ну, прежде всего, Патрушев. Это такое ископаемое. Хотя он, в общем, ну, люди... Он мой ровесник. И, в общем, люди в этом возрасте бывают разные. Но Патрушев это именно ископаемое, для которого размер кабинета и его местонахождение очень важны. Ну, бывают такие люди, да, с такими... С фетишизацией внешних признаков величия. Вот. Что касается там, вот, реальных перемещений, то Патрушев, конечно, на месте, значит, на том месте, которой он занимался, Китая Совета Безопасности, он обладал гораздо большей властью, чем и влиянием, чем Шойгу. Потому что он долго занимал этот пост, и он сумел обрасти определенными рычагами воздействия, влиянием. Шойгу сейчас практически на этом месте оказался как выброшенный на берег рыба. Без ресурсов, без финансов, без реальных людей, вот, каких-то большого количества людей в подчинении, без собственных военизированных структур. То есть, на самом деле, в отличие от Патрушева, он, конечно, на этом месте весит намного меньше. Вот. Поэтому, ну, а что касается кабинетов, то Шойгу сейчас в настоящий момент гораздо важнее все-таки каким-то образом удержаться на краю. Потому что, конечно, вокруг него вскрывается и рвутся мины все ближе к нему. Ну, так сказать, уже вокруг него, если брать его клан, то есть вот этот коррупционный клан в Министерстве обороны, частично в Московской области, то он практически уже выкашен весь. То есть, остался только он и Воробьев, не посаженный. А все остальные, так сказать, его приближенные, вот в этом клане Шойгу-Воробьев, они все оказались, оказались либо же за решеткой, либо в отставке. Так что ему сейчас не о кабинете надо думать, а о перспективах его существования в рамках этой системы. То есть, вы сидите помалкивать? Ну, да. То есть, на самом деле, что он в основном и делает. То есть, ну, на самом деле, Патрушев, конечно, очень сильно потерял, потому что, так сказать, от такого человека, которого многие считали теневым кардиналом, он превратился, в общем, в такую довольно смешную фигуру. Я не помню, за что он, за кораблестроение, кажется. Да. Вот. Ну, это, конечно, издевательство, учитывая, что Россия потеряла Черноморский плод, поэтому, так сказать, ну, вот тут много комичных нестыков. Я не думаю, что Путин сознательно, ну, просто он выбрал наименее значимую должность. Так что у Патрушева тоже. То есть, это два обломка кораблекрушения Патрушев и Шойгу. Когда мы говорим о новом министре, ну, уже не новом, да, наверное, министре, но, тем не менее, о Белоусе, Игорь Александрович, имеется в виду, вы наблюдаете, вот в последнее время, имеется в виду, показывает ли он свою эффективность, либо вот это вот то, что 30% оборонный бюджет на следующий год закладывается, собственно, это и есть показателем его деятельности. Ну, это, да, это максимум того, что он может. Он же не военный, поэтому то, что происходит на поле боя, им мало регулируется, там, я думаю, что он вряд ли вообще вмешивается в дела Герасимова. Вот, а что касается его деятельности вот на этом посту, то, во-первых, это, конечно, бюджет, это довольно важно. Ну, и, так сказать, в какой-то степени свои функции вот этой вот новой метлы, которая должна мести по-новому, это большое количество арестов в Министерстве обороны, ну, скорее всего, тоже без него не обошлось. А 30% вот этот, в принципе, да, оборудованный бюджет, это доказательство и показатель чего? Ну, собственно, того, что Путин готовится к войне в долгую? Да, конечно. Ну, Путин готовится к войне вечной. То есть, на самом деле, речь идет о том, что пока Путин в Кремле, война, конечно, будет продолжаться. У меня особых сомнений в этом нет. Путин не может себе позволить остановить войну, потому что тогда непонятно, что он будет делать. То есть, что он будет делать? Он будет заниматься восстановлением? Ну, это не серьезно, это для Путина, это не задача, которую Путин может перед собой ставить. Поэтому я думаю, что война будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет в Кремле. Никаких переговоров, я думаю, что не будет. Он сейчас показывает свое нежелание. Там в Европе были разговоры о том, что вроде бы как и Шольц не против с ним посоветоваться. Но у Путина нечего сказать сегодня европейским и американским нельзя. Вадимир Зеленский говорит, что солдаты из КНДР, КНДР передает личный состав в российское войско и уже обсуждается активное информационное пространство. Наши волонтеры, военные, высший Тарас Чмут, он говорит о том, что Северная Корея может стать серьезным игроком, учитывая, что проходят обучение несколько тысяч, и даже они способны на некий прорыв на фронте. Как Вы считаете, насколько действительно может Северная Корея стать серьезным игроком в этой войне? Да нет, я тут, понимаете как, ну сейчас в настоящий момент на оккупированных России территориях находится некоторое количество инженерных войск Северной Кореи. То, что инженерные войска могут стать участниками этой войны, ну тоже очевидно. То, что северокорейские войска могут оказаться в том числе на фронте, ну тоже исключить нельзя. Но большая эффективность их вряд ли вероятна. Во-первых, потому что все-таки Северная Корея никогда не готовилась к той войне, которую ведут сейчас Россия и Украина. Это другой тип войны, который требует не только пушечного мяса, но и достаточно высокой коммуникации на фронте. А учитывая языковой барьер, здесь, ну скажем так, какое-то количество пушечного фарша действительно Северная Корея может поставить. Насколько они будут эффективно действовать в условиях вот этой новой войны, когда, так сказать, все завязано на дроны, на разведку электронную и так далее. Я думаю, что вряд ли. То есть угробить какое-то количество северокорейских граждан Ким Чен Ын и Путин могут. А переломить войну? Нет. Нет, конечно. А сам факт того, что ищет Путин солдат по всему миру, скажем так, и в частности в Северной Корее, это свидетельство чего? Это свидетельство того, что ему не хватает пушечного мяса. И проявление этого не только попытки найти его в Северной Корее, но и резко возросшие цены за подписание контракта. Там уже по 3 миллиона дают, это уже совершенно несъедобная цифра. 3 миллиона за контракт. То есть находить людей, которые готовы умирать непонятно за что, становится все труднее. Но вторым источником, то есть первый источник это покупка пушечного мяса, второй источник это зайки. Потому что сейчас фактически созданы условия, когда может прямо на ходу возглавляться уголовное дело, и тут же перед человеком становится выбор. Либо ты подписываешь контракт, либо идешь в тюрьму. И в этой ситуации искусственных, вот таких вот сконструированных уголовных дел может быть неограниченное количество. Потому что все понимают, что сидеть эти люди не будут, они просто отправляются на фронт. То есть это второй источник. И третий источник это вот сейчас уже, сегодня у нас какое? 14-е, сейчас вот уже две недели как идет призыв. Призыв это конечно не та процедура, с помощью которой можно непосредственно наполнять фронт, укладывать пушечное мясо. Но сегодня он призывник, буквально через несколько дней под серьезным давлением, в условиях российской армии давления избежать очень сложно, человек становится мобилизованным, то есть подписывает контракт, находясь в армии по призыву. Ну вот три основных источника. Первый это безусловно покупка пушечного мяса, второй это зэки и третий призыв. Есть ли здесь место для серьезного привлечения иностранных войск? Ну не думаю. Я думаю, что это вспомогательная мера, потому что действительно Путину надо закрывать фронт. Он это делает вот в основном из первых трех источников, ну а Северная Корея, ну почему бы нет в хозяйстве все пригодится. То есть какое-то количество пушечного мяса из Северной Кореи может быть, но вряд ли это будет критическое. В основном вот эти три источника пополнения, так сказать, оккупационной армии. То есть на открытую волну мобилизации, новый Путин не пойдет, а будет детствовать все теми же известными ему методами. Ну вы знаете, что происходит между ушами Путина, это всегда некоторая неопределенность, потому что, в общем, учитывая его особенности, очень трудно поставить себя на его место. И, кстати, на этом очень многие обжигались. Но в целом я думаю, что, ну скажем так, если бы мне приходилось, что называется, что-то гарантировать в ответ, то я бы все равно сказал, что на 100% я сегодня уверен, что мобилизации не будет. Просто по многим параметрам это видно. Но, кроме всего прочего, Путин решает проблему. То есть мобилизация – это крайняя мера. Но Путин на сегодняшний момент решает проблему закрытия фронта. То есть то, что ему нужно, он сможет взять другими способами.